Библейский портал экзегет.ру представляет 23 глава первой книги «Царей», как я в своем переводе его назвал, или «Царство», как она называется в старых переводах, для библейского портала «Экзегет». Ну, продолжение истории, вот эта заключительная часть первой книги «Царей», она, с одной стороны, довольно однообразна. Давид бегает от Саула, спасает свою жизнь. С другой стороны, это не просто описание разных мест, где он побывал, это повествование о том, как будущий царь, который уже помазан, но который еще не становится царем, потому что предыдущий царь жив, как он понимает свою политическую борьбу. Вот бывают разные модели, бывают революции, гражданские войны, бывают смены власти путем выборов, бывают разного рода переходные варианты. А что такое смена власти по воле Божьей? Что такое, когда отвергнут старый царь и избран новый? Как это происходит? Ну, можно придумать очень много всяких таких благочестивых моделей, да, вот что они там собрались, помолились. Да нет, Давид мечется, Давид делает очень разные вещи. У него есть определенные пределы, которых он не переступает, но в этих пределах он не знает, как лучше себя повести. Итак, Давиду сообщили, что ферестимлине напали на Киилу и расхищают собранный урожай. Вот смотрите, он воевал с ферестимлиными всю дорогу, пока он был при дворе Саула, и вроде бы он должен защищать свой народ и дальше. С другой стороны, он тогда будет сражаться с Саулом на его стороне, да, и в результате он будет помогать тому, кто его хочет убить. Как это сделать? Давид упросил Господа, выступит ли мне в поход, поражу ли я этих ферестимлин? Ответил Господь Давиду, выступай, ты поразишь ферестимлин и спасешь Киилу. Люди Давиду возразили ему, и здесь, в Удеи, мы страшимся, а как же нам выступить Киилу против ферестимского войска? Давид вновь опросил Господа, и Господь ответил ему, ступай прямо в Киилу, потому что я предаю ферестимлин в твои руки. Давид со своими людьми отправился в Киилу, сразился с ферестимлинами, угнал их оттары и нанес им великое поражение. Так Давид спас жителей Киилы. Они не знают, вот партизанский отряд, который ведет, собственно говоря, даже не боевые действия, а который старается выжить в Удеи, вдруг начинает воевать с вечными врагами израильтян. То есть вопрос стоит так, либо мы против Саула из-за всех, кто с Саулом тоже борется, пусть даже это враги нашего народа, либо мы, да, мы не против Саула, мы просто стараемся сделать так, чтобы он нас не убил. Вот они выбирают второй вариант, причем мы видим даже, что люди Давида, а вокруг него собралось какое-то количество отверженных, какое-то количество этих самых партизан, они не готовы к этому, да, они с удивлением говорят, как же так, мы здесь партизанем, неужели мы будем с ними воевать. Когда авиатар сын Ахимеллах бежал к Давиду в Киилу, он захватил с собой Эфод. А это, я напомню, один из священников, который единственный остался жив после того, как по приказу Саула, в предыдущей главе об этом сказано, перебили всех священников за то, что они помогли Давиду, хотя, в общем, они никак не участвовали в всей этой расприи. Саулу донесли, что Давид пришел к Киилу, и Саул сказал, предал его Бог в мои руки. Он вошел в город с воротами на засове, как в ловушку. То есть, если он бегает где-то там по пустынным местам, пойди его поймай. Если он в известном месте, то, ну, можно окружить этот город, и оттуда он уже не выйдет. Саул созвал на битву весь народ, чтобы осадить Киилу и поймать Давида с его людьми. Давид знал, что Саул злоумышляет против него, и велел священнику Авиатару принести Эфод. Эфод мы толком не знаем, что такое. Ну, обычно так называется некое священное деяние. В любом случае, Эфод — это то, что позволяет совершать, ну, во-первых, некоторые богослужебные действия, и, во-вторых, позволяет вопрошать Бога. «И взмолился Давид, Господи Божий Израилев, слышал раптовый, что Саул собрался пойти на Киилу, чтобы разорить город из-за меня. Выдадут ли меня, господа Киилы? Придет ли сюда Саул, как слышал раптовый? Господи Божий Израилев, открою эту рабу твоему. Наверное, там был какой-то жребий, который выпадал, когда или нет. И Господь ответил, придет. Давид спросил, выдадут ли меня и моих людей, господа Киилы? И Господь ответил, выдадут. Тогда Давид и все его люди, около 600 человек, собрались и покинули Киилу. Они стали странствовать, где придется, а Саулу донесли, что Давид оставил Киилу, и он отменил поход. Ну, и как отнестись вот к этим жителям Киилы? Их спас Давид от Филистимлян. А с другой стороны, ну, если придет Саул и осадит город, и скажет, либо выдавайте Давида, либо вам всем конец, но они не хотят погибать. Вот благодарность здесь даже как бы и не подразумевается. Вот просто разные такие политические силы, какие-то временные союзы, распри, вот история какой-то внутриполитической борьбы. И, казалось бы, зачем это в Библии? А вот и в ней может каким-то образом совершаться Божья воля. Не только в стерильных условиях, не только в каких-то вот исключительно благочестивых молитвах и аскетических упражнениях, а вот и в этой кровавой распри. Давид жил в пустыне, в укрепленных местах, жил на пустынном Нагоре Зив. Саул постоянно разыскивал его, но Бог не давал ему схватить его. Когда Давид был в Хореши, в пустыне Зив, он узнал, что Саул вышел на его поиски, чтобы его убить. Юнатан, сын Саула, отправился к Давиду в Хореши и укреплял его надеждой на Бога. Он говорил ему, не бойся, не схватит тебя, отец мой Саул. Юнатан, сын Саула и наследник, который, тем не менее, друг Давида, который фактически на его стороне и который готов уступить царству. И дальше он говорит, ты будешь царствовать над Израилем, я буду вторым после тебя, и даже отец мой Саул знает это. Они вдвоем заключили союз пред Господом, и Давид остался в Хореши, а Юнатан вернулся в свой дом. Зефиты тем временем пришли к Саулу в Гиву и сказали, Давид скрывается у нас в Хореши в укреплениях на холме Халила, Хахила, что к югу от Ешимона. Теперь царь, когда пожелает душа твоя, приходя уж, мы придадим его в руки царя. То есть представим себе, опять-таки, вторая история, ну, правда, эти самые Зефиты, которые там живут, они Давиду особенно ничем не обязаны, в отличие от жителей Киила. Ну, нравится ли это им? Какой-то партизанский отряд у них там по Нагорью Ша стоит туда и сюда. Лучше с этим делом как-то покончить. Тем более, что царь, законная власть, давайте вот выдадим его. Вот, казалось бы, они действуют правильно, да, но даже вот в этой своей правильности они ошибаются, потому что воля Божья не в этом. Вот не всегда самое законное решение есть самое правильное. Саул ответил, благословенно его Господа, что посочувствовали мне. Ступайте, точно удостоверьтесь. Разузнайте все, и высмотрите место, где он будет находиться. Трудно его застать. Говорят мне, что очень он хитер. Вы смотрите, разузнайте обо всех его убежищах, где он скрывается, и возвращайтесь ко мне с точными сведениями, тогда я отправлюсь с вами. Пока он в этой стране, я буду искать его среди всех округов Иудеи. Они тогда отправились в Зеф прежде Саула, а Давид был в пустыне Маон на Иорданской, равнине к югу от Ешимона. То есть это все вот такие переходы. Мы сейчас карту не рисуем, но более или менее одна и та же местность. Саул отправился со своими людьми на его поиски. Давиду донесли об этом, он спустился к скале, оставшись в пустыне Маон. Саул услышал об этом и стал разыскивать Давида в этой пустыне. Саул шел по одному склону горы, а Давид со своими людьми по другому его склону. Давид спешил оторваться от Саула, а Саул со своими людьми стремился на перехват Давида с его людьми, чтобы схватить их. Тогда пришел к Саулу гонец и сказал, поспеши обратно, Ферестимлине напали на нашу страну. Тогда Саул прекратил преследовать Давида и отправился навстречу Ферестимлину, потому и назвали люди это место скала избавления. Ну вот, опять-таки, напряженная вражда, но у них есть общий враг Ферестимлине, и пока что ни Саул, ни Давид не забывают об этом, хотя Давид даже одно время скрывался у Ферестимлина. Вот есть внутренний распри, а есть все-таки какой-то национальный интерес, как бы это сегодня назвали. То есть есть какая-то причина, которая заставляет временно даже об этих распри забыть. Но все-таки встретятся ли они, да, встретятся. Об этом следующая 24 глава.